Сегодня в Чебоксарах огласили приговор экс-директору Чувашской энергосбытовой компании. Уголовное дело в отношении Михаила Шурунова расследовали в региональном управлении ФСБ. Следователи доказали, что на протяжении нескольких лет он похищал со счетов предприятия крупные суммы. Дело бывшего руководителя Чувашской энергосбытовой компании в суде рассматривали в закрытом режиме. Журналистов допустили только на оглашение приговора. Управление ФСБ доказали, что за все время своей работы на посту генерального директора ЧСК он присвоил себе более 13 миллионов рублей. В 2008 году экс-руководитель заключил договор с одним из закрытых акционерных обществ. Причем Шурнов понимал, что его предприятие на тот момент в услугах не нуждалось, отмечают следователи. Существует служебное положение путем составления фиктивных договоров с различным родом компаний с целью якобы оказания услуг и, соответственно, вывода обналичивания денежных средств. Это по 159, 164, два эпизода на сумму свыше 2 миллионов рублей и на сумму свыше 9 миллионов рублей. По причинению совершенных мошенничества в отношении Чувашской энергосбытовой компании эпизоды были предъявлены с 2008 года по 2011 год. Были доказаны и другие эпизоды. Шурнов составил фиктивный договор о трудоустройстве в Чувашский энергосбыт своей жены. На деле женщина там не работала, хотя на протяжении полугода получала заработную плату. Ей успели начислить более 700 тысяч. Свой мошеннический след Шурнов оставил в другом регионе. Будучи директором энергосбытовой компании Башкортостана, он неоднократно оформлял документы на служебные командировки в Нижний Новгород. Но следователям удалось доказать, что в этот город он выезжал не по рабочим, а по личным делам. До последнего Шурнов надеялся на условный приговор. Свою вину он признал полностью и даже возместил ущерб. Хотя в зал суда все же пришел с сумкой, наполненной вещами. Интуиция бывшего директора не подвела. Суд приговорил Шурнова Михаила Юрьевича признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и взять под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу. Михаила Шурнова приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Половину назначенного срока он уже провел по домашним арестам. Будет ли он подавать апелляцию на решение суда, пока неизвестно. Из зала суда Михаила Шурнова вывели в наручниках.